Залима, привет. Скинешь, дам мне домашнее задание, а то меня на паре не было, я прогулял. Привет, сынок. Привет, мам. Как дела? Нормально. Мне звонила твоя учительница и говорит, что ты уже третий раз подряд получаешь двойку. Она просто ко мне придирается. Как это придирается, Руслан? Да не может быть этого. Я работаю с утками, ты где-то ходишь, не учишься. И это твое спасибо мне? Чего ты меня упрекаешь? Я могу и без тебя жить. Я уже взрослый, меня пацаны ждут. Ты как разговариваешь с мамой? Руслан, стой! Стой, Руслан! Они тебе что сказали? Вот сказали вот этот пакет, школу или где-то занести, потом быстро идти. И что за это дают? Сколько дают? А, я тебе говорю, четко за такие деньги. Как это можно не сделать? Скажи, да. Ну, знаешь что? Надо кого-нибудь другого найти. Я знаю, что ты мой, вот Руслан подойдет нам. Он как-то звонил мне, говорил, что с матушкой поссорился там. Говорит, негде жить, говорит. Вот у нас поживет чутка немного и услугу нам окажут. Если, конечно, не поймают... Я не говорю, четко. Сейчас, погоди, позвони Руслану. Давай. Салам алейкум, бацаны. Салам алейкум, бацаны. Бацаны, примите меня к себе, мне жить негде. Конечно, брат, примем. Сколько хочешь, живи. От души. Вы настоящие друзья. Мы тогда, брат, понимаешь, что ты в сложной ситуации. Мы тебе помогли. Вот ты готов дано помочь? Конечно, без проблем. А что делать надо? Смотри, брат, вот этот пакет надо положить либо в школе, либо в детском садике. Кому-то передать? Нет. Просто поставить и все. Это не противозаконно? Ничего такого нет? Да нет, брат, все нормально будет. Все нормально будет. Ну что, брат, что решил? Нет, пацаны, я в этом не участвую. Ну смотри, брат, если ты кому-то расскажешь, потом не обижайся, брат. Я сам знаю, что мне делать надо. Оператор, пацаны, что у вас произошло? Алло, я хочу сообщить. Руслан чуть не стал соучастником террористов. Незнание закона не освобождает от ответственности. Даже если человек прикрывается неведением, что ему просто передали пакет, и он не знал, что в нем. Но наш герой вовремя отдумался и сообщил в правоохранительные органы. Пособничество в терроризме, предусмотренное статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206 и 211 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказывается на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Если вы не хотите оказаться преследуемым по закону, то прислушайтесь. Никогда не принимайте от людей, которых вы едва знаете, пакеты и сумки. И сразу сообщайте о подозрительных предметах и людях в полицию. Будьте бдительны.